Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима! Вчера видел одного человека, мы с ним встретились, он говорит прям, у меня автоматически, я вас вижу, у меня сразу доброе утро, привет из Иерусалима! То есть очень интересно. Хорошо, дорогие друзья, все, Максим, шалом! Максим проявляет самое главное качество в мире – настойчивость, постоянство, настойчивость. Это очень важное качество. Максим все время один из первых подключается к уроку. И давайте мы посмотрим дальше. Мы продолжаем изучать Тору. И мы сейчас идем по системе Хумаш. Чуть-чуть изучаем из Хумаша, из Пятикнижия. То, что Машарабейну получил Тору и записал свиток прям лично своими руками, мы его изучаем. Дальше мы изучаем кусочек из книга Тания. Это написал Альтер Ребе. Старый Ребе, его переводится дословно название, который рассказал, что происходит в душе человека и как именно настроить себя внутри себя на служение Всевышнему. И дальше мы изучаем Тейлим Псалмы. Это царь Давид, то, что он, лично его был контакт со Всевышним через Псалмы. И мы оттуда тоже берем какие-то важные идеи и все это соединяем в одно какое-то целое. Одна идея, которую вот именно я по утрам изучаю, которая мне приходит. Значит, начинается сегодняшний отрывок из недельной главы ТИТЦ, «Когда пойдешь на войну». Еще раз напомню, что сама глава и сама эта идея, «Когда пойдешь на войну», она очень важна. Не если пойдешь на войну, а когда пойдешь на войну. То есть человек всю жизнь находится в войне. С детства человек находится в какой-то войне, в какой-то постоянной борьбе. И хотим мы этого или не хотим, но это есть. Теперь, значит, вся глава рассказывает о различных аспектах этой борьбы. Как и вся Тора, в принципе, рассказывает о всех аспектах борьбы внутри человека. Между злым началом и добрым началом. Между духовной его частью, святой душой, которая часть Всевышнего. И телом, которое является материальной такой частью, именно такой биоскафандр, животное такое. И как это все соединить? Через заповеди Всевышнего. Всевышний, который создал мир, он дал специальную систему координат. Он говорит, смотрите, делайте заповеди. Через выполнение заповеди вы соединяйтесь со мной. Через соединение со мной вы получаете вечную жизнь. Все хорошо, честно. Но у вас есть внутренний враг и внешний враг, который будет вам мешать. Все, поехали. Игра начинается. И, значит, вернемся к сегодняшнему отрывку. Написано здесь так. Очень конкретное правило. Ти-и-ках-иш-иша-ха-да-ша. Когда возьмет человек, иш это мужчина, иша-ха-да-ша, новую жену. Отлично. Начало. Когда возьмет человек новую жену, ло-е-це-бе-цава. Не пойдет он в армию. То есть даже идет война. Его, значит, призывают всех в армию. Его не призывают. Всевышний сказал. Его оставьте дома. Значит, и ни в какую работу его не призывайте. То есть даже он не может дороги чинить для армии. А что он должен делать? Он должен сидеть в своем доме. Шанахат. Один год. Весимах. Это что? И он должен радовать свою жену. О шерлоках, которые он взял. То есть Всевышний. Он прям конкретно позаботился, чтобы человек, который мужчина, который женится на жене. Здесь есть интересно, почему написано «жена Хадаша». Даже если понятно, что любая жена новая, но мог бы возникнуть вопрос, а если это вдова, например. Она же уже не новая. Она уже как бы была замужем или там разведенная. Или если это, например, жена, которая он же с ней развелся, а потом на ней женится. То вот только в этом случае она не называется Хадаша. Если он на ней уже был женат, развелся и сразу на ней женится. А во всех остальных случаях это новая жена. И мне очень понравилось, как Равыцкак Зильбер объясняет этот закон. Он говорил так. Почему год они должны сидеть? Он должен сидеть дома и радовать жену. Он говорит, чтобы они припилились друг к другу. То есть у каждого человека до того, как он входит в брак, в семью с другим человеком, у него есть свои какие-то взгляды на жизнь. У него есть свои какие-то правила, привычки и так далее. И вот когда они женятся, когда они женятся, то как раз первый год они должны притереться друг к другу и убрать все вот эти вот шероховатости, которые были у них до этого. Чтобы Светлана Карачева, вот она чуть-чуть восприняла это чуть неправильно. Можно и даже есть заповедь жениться второй раз на жене, с которой ты развелся, если она не успела выйти замуж за другого человека. То есть если она вышла замуж и потом развелась, то уже муж не имеет права на ней жениться. Если она с кем-то там начала жить, потом на ней нельзя жениться. Но если он на ней развелся и после этого он ее берет обратно в жены, то можно. То есть если она был развод, она не вышла замуж и он на ней второй раз женится, можно. И даже есть такое предание, что Авраам, про отец Авраам, он развелся с Агарию. Агари это была его жена, мама Ишмаэля. И есть такое предание, что потом он на ней снова женился. Так что можно жениться второй раз на одной и той же женщине, если она до этого не вышла замуж. После этого. Теперь значит смотрите. Почему написано, что он должен радовать жену? И Раши здесь, комментатор Раши, он отдельно говорит, что можно прочитать и будут радоваться. В эсамах можно прочитать. В эсамах это что? В эсамах это будут радоваться вместе. А здесь написано в эсамах и будет радовать жену. Почему будет радовать жену? Потому что процесс вот этой вот придирки, он для мужчины, придирки между друг с другом, да, он для женщины более болезненный, чем для мужчины. И мужчина должен с пониманием относиться к этому процессу. И он должен радовать. То есть здесь должна быть инициатива в этот год от него, что он должен радовать жену. И он должен с ней найти общий язык, выстроить с ней отношения. Потому что, так сказал Всевышний, как раз недельная глава ТИТЦ, 24 глава, 5 отрывок. Все, это такое правило. Хорошо, теперь дальше. Дальше в этом же сегодняшнем отрывке есть тоже еще один интересный закон, который звучит так. Когда найдется человек, который украл другого человека из братьев своих, Мибне Исраэль, из народа Израиля, И он его, этого человека, захватил в рабство и продал его у Махаро. И он его продал, представляете? Значит, этот ганав, его надо убить. И устранишь ты зло из среды своей. Представляете? Если найдется, то есть если будет такой, который совершил преступление при свидетелях, его предупреждали, а он все равно совершил, тогда ему смертная казнь. И тоже Равыкс Казильбер говорит такую вещь. О ком это говорится? Где мы видим этот пример? Вообще просто в голову не укладывается. Братья, братья Иосифа, сыновья Якова. То есть был Яков Авину, про отец Яков, который получил имя Исраэль, который со Всевышним был вообще просто в самых близких отношениях, ближе некуда. Вот просто ближе некуда. И вот он, Яков Авину, про отец Яков. У него рождается 12 сыновей. И тоже, тоже интересная вещь. У него было 4 жены. То есть 12 колен Израиля было у Якова от 4 жены. И почему у него было 4 жены? Он же не хотел, чтобы у него было 4 жены. Он хотел одну жену. Ему, у его папы была одна жена. И дела отцов, знак для сыновей. То есть Яков, когда он шел жениться, он хотел одну жену. Но до этого, до этого у него была очень известная история с Исавом, со своим старшим братом. Когда он переоделся в одежду Исава, пришел он к папе брать благословение вместо Исава. То есть была у них очень одна запутанная ситуация, в которой он хотел только выполнить волю Всевышнего. Но в итоге получилось очень это все шло негладко, как-то негладко. И когда он приходит потом жениться, и он видит девушку, он в нее сразу влюбился, звали ее Рахель. То в этот момент ее папа, представляете, как все возвращается человеку в жизни. Ее папа Лаван, он подсовывает ему вместо Рахели ее старшую сестру Лею. И он в первую брачную ночь, когда он женился, вдруг обнаруживает, что он женился на другой, представляете? Как он получил, и когда он говорит, как же вы меня обманули, а Лея ему что сказала? Я должна была выйти замуж за старшего брата. А кто у тебя старший брат? Исав. А ты получил благословение за кого? За Исава вместо старшего брата. Вот все возвращается, так и ты переоделся, и я переоделась. В общем, так получилось, что он женился вначале на Лее. Потом он женился на Рахеле. А потом еще были у них точно так же, как его бабушка, получается, его бабушка Сара, жена Авраама, дала Аврааму в жены свою служанку Агари. Точно так же его жены Рафель и Лея дали в жены Яакову своих служанок, Зильпу и Бирю. Тоже все возвращается, все повторяется, все возвращается. И у него родилось от четырех жен 12 детей. Да, представляете, 12 детей от четырех жен. И 10 братьев продали одного брата Йосефа, украли его и продали его в Рафсакрас, о чем говорит этот отрывок. Почему Всевышний так сделал? Зачем это нужно? Почему написано, что именно за это смертная казнь они все равно это сделали? Они до этого это сделали, правда. Это было до дарования Тора. И зачем? Очень интересно тоже рассказывал Равыцкая Зильбер, рассказывал про это. Он рассказывал так, что его дедушка, его дедушка был раввином в одном из городов Литва. И когда он был там раввином, в то время в России царская власть постановила закон такой, да, что нужно евреев забирать маленьких детей. На каждую общину там было определенное количество детей. Забирать их в армию, в русскую армию на 25 лет. 25 лет царской службы. И до этого их забирали еще маленькими детьми, чтобы они подготовились к этой царской службе. И вот было на каждую общину наложено там, например, тысяча человек общины, они должны были дать 20 детей. И были такие случаи, очень ужасные были случаи, когда он прямо рассказывает вот в книге своей, «Чтоб ты остался и время», есть глава об этом, он рассказывает этот случай, как был один маленький мальчик, который был единственный сын у своей мамы. И мама его была вдова, и больше не было детей. И этого мальчика украли и отдали его в кантонисты вместо сына какого-то из богато обеспеченной семьи. То есть брали, такие случаи, к сожалению, были. Есть несколько, я слышал про эту историю, как однажды Раби Стройль Салантер, он пришел в город, и когда он узнал, что в этом городе сделали такую вещь, тоже взяли, украли ребенка еврейского у бедной семьи, и отдали его в армию вместо кого-то из обеспеченной семьи, он в шаббат, в шаббат он вышел из этого города, дошел 2000 шагов, можно отходить, 1000 метров, сказал, я в этом городе преступников не буду находиться ни одной минуты. И, ну, когда он так поступил, то побежали, начали там, выкупили обратно этого ребенка, все, и он вернулся. Но такие вещи, к сожалению, случались, да. И вот здесь как раз Равыцкак, он говорит такую вещь, что его вот эта дедушка, который этого мальчика успокаивал, и он ему говорит, смотри, говорит, то есть ты можешь, понятно, в такой ситуации, ты можешь обидеться и на Всевышнего, ты можешь обидеться на всех евреев, ты можешь обидеться на весь еврейский народ, ты можешь обидеться, он говорит. Но специально нам Всевышний в Торе рассказывал историю Юсефа, которого продали братья, хотели убить, продали в рабство, и он понимал, что все от Всевышнего. И когда пришли братья, он отсидел 12 лет в тюрьме после этого, он был рабом, там, ну, страшные вещи были с ним. И потом он стал премьер-министром Египта. И когда братья пришли в Египет от голода, и он их встретил, и он, они встретились, прямо в Торе есть эта история, одна из самых таких эмоциональных историй в Торе, он им говорит, вы знаете, говорит, это вы мне зла не делали, вы хотели мне сделать зло, но Всевышний все знает, как делать, он все перевернул на добро. И он говорит, я на вас не обижаюсь, потому что хотя вы хотели сделать зло, но Всевышний все перевернул на добро, я на вас не обижаюсь. И вот эту вот историю рассказывал дедушка Равзильбера, вот этому ребенку, он говорит, смотри, ты можешь сейчас на всех обидеться, на Всевышнего, на всех, но, говорит, история с Юсефом нас учит, что от Всевышнего исходит только добро. Вот, теперь дальше. И последнее кусочек, который я хотел обратить на него внимание в этой недельной главе, в сегодняшнем отрывке, девятый отрывок, помни, что сделал Бог мирям на пути при вашем исходе из Митцраема. Причем этот отрывок, запомни, что сделал Бог всесильный твой мирям при выходе вашим из Едипта. Этот отрывок входит в шесть мест в Торе, где Всевышний говорит, помни это каждый день. И в молитвените, в Сидуре, после утренней молитвы есть шесть вот этих вот мест, которые начинаются словами помни, захор. И одна из них, это помни, что сделал Бог мирям. То есть мы должны об этом помнить каждый день. Теперь, а кто помнит, что сделал Бог мирям? Не все помнят, что сделал Бог мирям. А мы помним, мы помним, почему? Потому что мы недавно учили целых пять месяцев законы злоязычия. И как раз была эта история с мирям, была такая история. Мирям была, надо сказать, что Мирям была старшая сестра Машера Бейну Моисея. Она была пророчица. Она спасала еврейских детей во времена Едипта, когда фарон приказал всех убивать. Она спасала этих детей. Она была, ну, то есть, очень самоотверженная и была настоящая праведница. И вот, когда они вышли уже из Едипта, она, был такой случай, она стояла с Аароном, со своим старшим братом, тоже, тоже любимый брат Машера Бейну, и обсуждала Моше. И она, когда его обсуждала, она сказала вещь, которая Всевышнему очень сильно не понравилась. И мы должны помнить об этом. Сказала она Аарону так, что, вот смотри, Аарон, мы тоже с тобой пророки, а вот Моше же, он тоже пророк. Но он почему-то перестал со своей женой жить. Да? А мы пророки, мы продолжаем жить со своими мужьями и женами. Мне кажется, что Маше Робейну, что-то он чуть-чуть задается. Так сказала Мириам. И тут, значит, Всевышний проявляется и говорит, Маше, она в Миколе, да, Маше Робейну самый скромный из всех людей. Как же ты можешь так про него говорить? И Маше Робейну прямо на Мириам наслал проказу. У него она пошла пятнами проказы. И ее, как по закону нужно прокаженного удалить из ладеря, ее на семь дней удалили из ладеря. И все, весь народ Израиля ждал, ждал, значит, Мириам. Ждал Мириам. И мы должны помнить об этом каждый день, насколько сплетни и злоязычия это страшный грех. И вот здесь я сейчас вспоминаю один кусочек, когда это был предыдущий Любавич Стирэбэ, и к нему пришел один хасид, который, а, вот так вот, еще предисловие небольшое. Значит, есть в Талмуде написано, что злоязычие убивает троих. Того, кто говорит, того, кто слушает и того, о ком говорят. И если тем, кто говорит, понятно, то есть он говорит, он делает грех, нарушение. Тот, кто слушает, тоже понятно, он делает нарушение, он слушает. Но почему убивает того, о ком говорит. Теперь, по хасидуту, здесь есть очень глубокое значение, глубокое значение такое, что пока слова эти были не произнесены, они были в голове, то у них в них не было силы. Когда эти слова были произнесены, то тогда это сплетни, это злоязычие, оно включает на небе какие-то процессы, которые пошли на того, о ком было сказано лошонаразлое злоязычие. Значит, так он объяснял. И предыдущий любая честереба, когда к нему пришел один хасид, и этот хасид ему жаловался на свою жизнь, и он говорил, описывал свое состояние в очень таких жестких, таких выражениях, что мне плохо, я с ума схожу, я умираю, и так далее, он описывал. То ему сказал, на это предыдущий любая честереба, он сказал так, что говорит, как мы знаем, что нельзя говорить злоязычие на кого-то, так же нельзя говорить злоязычие на себя, нужно стараться использовать очень мягкие слова, и последний любая честереба, он говорил, что как раз вот даже в таких вещах, он очень на это обращал внимание, как не сказать, что человек больной, он называл всех, кто находился в состоянии болезни, он их называл выздоравливающие, чтобы было, кстати, брахача всем выздоравливающим благословение, чтобы все, кто себя чувствует хуже нормы, чтобы у них было, прям началось процесс выздоровления. Все, теперь с Хумашем мы закончили, уже как раз 20 минут, я хочу одну короткую вещь еще сказать, очень важную, сегодня книга Тани, она нам рассказывает о том, что есть два пути, два пути в служении Всевышнему, и это пути, очень они отличаются, есть путь, который называется, путь, то, что называется Гвура, да, Гвура, это сила, Гвура, это дин, это суды, это такой путь, когда человек, он очень ограничивает себя во всем, он ограничивает себя во всем, он действует по букве закона педантично, он ограничивает себя, он не рассказывает много, то есть он сжимается, да, и это путь, который называется, как левая сторона, его называет Бааля Тания, автор книги, это путь такой закрытия. Есть путь наоборот, который называется хэсет, милосердие. Это путь такого раскрытия, такого раскрытия, хэсет, милосердие. Там люди, которые очень много выступают, говорят, учат Тору, отдают последнее. Я сегодня прочитал про одного человека, история, когда у него украли машину. И у него оставалось последние 10 тысяч долларов. И когда у него украли машину, то последние 10 тысяч долларов, жена ему говорит, слушай, купи себе новую машину, у нас вот последние 10 тысяч долларов остались. И тут вдруг он узнает, что кого-то из их знакомых, где-то там у них огромные неприятности, и для того, чтобы их спасти, нужно 50 тысяч долларов. И он жене говорит, слушай, я не могу, говорит, купить себе машину, я хочу, значит, им помочь, ну, решить их проблему. Жена говорит, как ты можешь это сделать, у нас нет денег, у нас последние 10 тысяч долларов, у тебя украли машину, как? Он говорит, я считаю, что мы в этой ситуации должны заложить свою квартиру и им дать эти 50 тысяч. Жена говорит, нет, это нереально, это невозможно, это вообще просто невозможно и нереально, и так нельзя делать. Вот жена, как раз, она выступала с позиции ГУРа, и действительно нет обязанности так делать, абсолютно нет обязанности отдавать полностью свое. По Торе можно отдавать максимум пятую часть из того, что ты имеешь или из того, что ты зарабатываешь. Десятина, а максимум 20%. Но он как раз выражал вот это качество ХС, да, и он говорит, нет, говорит, я хочу им помочь, все. Потом, значит, ну, очень такая ситуация сложная, и тут что оказывается? Оказывается, что 40 тысяч на них уже собрали, и оставалось только 10 тысяч, и он эти 10 тысяч отдал. И это как раз вот яркий пример, как есть, хотя тоже он не должен был 10 тысяч отдавать, он по закону, он мог отдать 2 тысячи, он мог вообще ничего не отдавать по закону, но если он уже делал, делал как бы по букве закона, он мог отдать из этих 10 тысяч, тысячи, например, 10%. 20% это максимум, но он отдал все 10, значит, дай Бог им здоровья, кстати, сегодня у него у этого человека день рождения, чтобы Бог ему тоже дал большого здоровья, сил и процветания. Всевышний нас постоянно проверяет, даже он нас не проверяет, вот я чуть-чуть хочу здесь, в Псалом, 66-й Псалом мы сегодня читаем, царя Давида, и он говорит такие здесь слова, да, говорит он здесь такие слова. Ты испытал нас, говорит он Всевышнему, Всесильный, ты переплавил нас, как переплавляют серебро, то есть Всевышний, он говорит сейчас о испытаниях, которые шли на еврести народ, ты привел нас в крепость, положил оковы на наше чресло, поставил над нами царя и дала поклонника, мы прошли сквозь огонь и воду, но ты вывел нас на свободу. И дальше царь Давид, он как раз рассказывает, вот сам демонстрирует вот этот подход к жизни, когда через вот эти вот испытания и бах, выходишь ко Всевышнему. Но опять же еще раз повторю, есть путь спокойненький, скромный, по букве закона, есть путь, который, как делал царь Давид, это безграничная, безграничная такое, вообще безграничная жизнь, такое прям бам, фуф. И есть путь, который вообще не со Всевышним. И это очень интересно, я когда сегодня это изучал, я вспомнил, что единственный раз, когда еврейский народ был как один человек, это было, когда было дарование Тора, когда вышли из египетского рабства, когда ну просто было вначале сжатие, 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 нереальное такое переплавление, потом бах, вышли и Всевышний дал Тору. Они были как один человек, как одно сердце. Потом дальше они шли в пустыне 40 лет, зашли в землю Израиля и разделились опять на 12 колен, воевали каждый по-своему, каждый с собой, сам по себе и так далее. Потом, значит, объединил всех царь Давид. Только через 800 лет царь Давид объединил всех, как он их объединил? Совместными войнами. Когда выйдем на врагов, значит, совместные войны, то было очень-очень сложно было. Но это единственный раз, когда было царство объединено. Потом был царь Шломо, Шломо Амеллах после царя Давида. И он объединил всех одной идеей, очень крутой идеей. Давайте построим храм. И весь народ строил храм, первый храм. Весь народ строил, прям очень много лет строили этот первый храм. И построили первый храм. И это был пик объединения еврейского народа под идея такая, построим храм. Потом, после этого, уже во времена сына царя Шломо, Рехавам, опять разделился народ на две части, которые начали воевать друг с другом. Одни начали 10 колен служить идолам и так далее. То есть, человек, к сожалению, он объединяется со Всевышним в моменты, когда ему или сильно плохо, вот прям реально сильно плохо, или его охватывает такой религиозный экстаз. Во всех остальных случаях человек внутри, он находится в состоянии постоянной борьбы со своим злым началом, с собой, с другими людьми и так далее. То есть, очень постоянно такая вот идет борьба. Вот, поэтому лучше не ждать, не ждать каких-то неприятностей, а объединяться со Всевышним в религиозном экстазе. И для этого существует специальный день суббота. Шаббат, шалом, вот сейчас мы как раз приближаемся к субботе. Чтобы суббота была посвящена духовной работе, чтобы мы объединились со Всевышним в духовном экстазе. Просто можно в 2-4 часа посвятить тому, чтобы объединиться со Всевышним, учить Тору, размышлять о Торе, читать псалмы. Можно песни петь, радоваться, все кушать, вкусную еду и прославлять Всевышнего. Шаббат, шалом всем. Чтобы к Тивава, Хатима Тава, чтобы была у всех хорошая запись и хорошая печать в этом году, мы приближаемся к Дню Суда. И надо к этому Дню Суда подойти в хорошем состоянии, с хорошими решениями, с духовным ростом. И не ждать, пока неприятности заставят нас это сделать. А делать это именно по доброй воле. Всевышний, шаббат, шалом, всего хорошего. Продолжение следует...